Доброе утро, друзья! Мы тут немножечко танцуем, потому что к нам пришла Виктория Масленникова. Это, во-первых, и певица, и солистка дуэта Лаунж-До. И это, между прочим, нетрадиционный преподаватель вокала и пения. Вот так-то это все о ней. Доброе утро, Виктория! Доброе утро, дорогие друзья! Ну что, рассказывайте, как нам нужно проснуться вместе с голосом, чтобы голос был так же прекрасен на протяжении всего дня? Очень хороший вопрос. Сначала надо проснуться, и потом только заработает голос. Да, и это есть штучки в нашем теле, очень естественные, очень простые, которые помогают разбудить организм. И, наверное, мы об этом поговорим в конце сегодняшнего выпуска, да? Полезности оставим на потом. Хорошо. Но очень важно, действительно, для того, чтобы заработал голос, в первую очередь разбудить организм. А как это сделать? Обтумбочку мизинцем? Зарядка, наверное, да? А, не экологичная. Зарядка нужна тогда, получается? Сначала нужно организм разбудить, зарядка, и дальше уже такой голос. Хорошая штука – зарядка, да. Только она будет, возможно, мышцы, но не все тело. И не голос конкретно. Тогда что нужно сделать? Лайфхак от вас. Маленький. Подышать. Любая дыхательная гимнастика, или дыхательная гимнастика, которую рекомендую я, это дыхание на трех уровнях, запускающий все тело, все внутренние органы, в том числе метаболический процесс, помогающий женщинам сохранять стройность, ну и много-много-много других еще полезных сторон. Так, хорошо. Как дышим? Как дышим? Носом. Сначала носом, да. На верхнем уровне сначала носом. Важно сделать вдох и выдох носом. Мы сейчас с вами активно это не будем делать, потому что мало ли еще в этом у нас там за день, за ночь. За ночь будет хорошо. Так, вы можете подышать. Я могу подышать. Я имею в виду зрителям, да. Скажите, пожалуйста, вот мы разбудили, да, вроде бы голос. Вы сказали, что нетрадиционный преподаватель, да, вокала. Что в этом кроется? В чем нетрадиционность? Традиционные уроки пения строятся как? Ученик приходит к преподавателю, они наверняка выполняют какую-нибудь дыхательную гимнастику, артикуляционную разминку и переходят к вокальным упражнениям. Но не все вопросы вокального плана решаются на этом уровне, через упражнения. Когда я работала в музыкальной школе преподавателем, я столкнулась с такой проблемой, как, например, зажатое горло. И бесполезно говорить ученику, открой горло, открой горло. Это как говорить, например, не плачь, успокойся. Когда человек в нервном состоянии, да, успокойся. Что такое успокойся? Это не решение проблемы. Решение проблемы – это сделать вдох и выдох. То же самое с горлом. Говорить «раскрой горло» – это ни о чем, это просто команда. А как раскрыть горло? Раскрыть горло можно с помощью упражнений. Можно показать упражнение? Да, давайте. Нам всем интересно. Ну, например, один очень простой прием, он из йоги взят, это высунуть язык на подбородок полностью. Вот так. Растянуть переднюю стенку гортани, да, и сделать такой выдох. Теплый, теплый, мягкий, мягкий. Мне уже нравится. Вот видите, уже нетрадиционно. Уже нетрадиционно, да, пошло. Это один из способов, ну, физиологический, скажем так. Здесь же идет и психологическое раскрепощение, потому что мы с вами засмеялись, да. Уже снятие вот этого блока, зажима психологического, что я что-то делаю сейчас важное, мне что-то надо сейчас постараться выполнить. Да, очень просто. Через игру. Ну, и есть еще дополнительные квалификации у меня, которые я сложила и скомпоновала собственную методику работы с голосом. Это коучинг, то есть работа с психологическими вопросами, как то, например, низкая самооценка, которая не дает нам раскрепоститься, да, и быть такими, какие мы есть. Как то, например, обиды, обиды невысказанности, все наши запреты внутренние, которые мы в себе держим, и они сковывают наше тело. Все, что мы не разрешаем себе сделать через голос, все отражается, в том числе, в хронических заболеваниях горла, например, да. И тут уже мы разворачиваем большую тему под названием психосоматика. А вот если человек все время поет в нос, это тоже какая-то психологическая. Солнышко светит, птички поют. Да, вот. Как избавиться от этого? Ну, здесь надо говорить с конкретным человеком. Я не могу сейчас прям поделиться какими-то конкретными приемами. Надо прежде всего обратить внимание этого человека, что он формирует голос назально, вот так, да. Не все люди замечают. И ко мне как-то пришел молодой человек, такой уже состоявшийся, тренер, тренер личностного роста. Я говорю... Здравствуйте. Да. Я говорю, Сережа, почему ты так говоришь? Я так говорю. Я говорю, да. А что это такое? А я говорю, вот прислушайся к ощущениям вот там внутри. У тебя, видимо, поджат корень языка и поджато горло. Почему ты отправляешь голос туда? Иногда люди говорят так усиливая в голове собственное звучание для того, чтобы их услышали. Они не верят в то, что их слышат, когда они говорят просто расслаблено, в спокойной манере. То есть вы еще и некий психолог. Вам нужно сначала, прежде чем научить человека петь хотя бы чуть-чуть, да, вам нужно еще сначала понять, какие у него есть проблемы внутренние. Почему он именно так себя ведет? Вот это да. Вот это уровень. Ну вот это и есть психология голоса. А скажите честно, вот нас многие смотрят и думают, ну, петь, может быть, я не могу, да, у меня там с детства были такие проблемы, слуха нет, еще чего-то. Ну, медведь, вот это сухо. Даже в караоке там никогда не пою. Могут ли все петь? Я не верю в медведя. Я верю в маму, папу, бабушку, в одноклассников или учителя пения, который однажды сказал, у тебя нет голоса. Вот просто одна фраза, у тебя нет голоса, и все, и голоса нет. Есть зажим, есть отсутствие веры в собственные способности и внутреннее неразрешение себе вообще говорить. То есть психологическая установка. То есть петь могут все. Из тех, кто ко мне приходил, не было таких, которые не могли бы попадать в ноты. Я скажу так, если понимать под пением именно это, да, но чаще всего у женщин, например, после 30, это моя целевая аудитория, запрос о том, что я хочу петь, он чаще всего не про это. Он чаще всего про то, что женщине хочется выразить себя, стать более яркой, более заметной, себя услышать, какие-то глубинные свои потребности. А чего на самом деле я сейчас хочу? Я уже выучилась, да? У меня уже есть семья, например, да, есть дети часто к этому возрасту. Или даже если их нет, а куда я на самом деле иду в жизни? А чего я хочу? Я сейчас тоже задумался. Как мужчина после 30. И вы помогаете, да? То есть не только пением, но еще и помогаете вообще определиться по жизни, что чего хочется-то сегодня мне, да? Может быть, петь-то это просто как блажь. А на самом деле, может быть, хочется чего? Иногда и блажь, но чаще всего это потребность, прям глубинная такая потребность проявляться. Она естественная, очень естественная для всех людей. А как вы вообще пришли к пониманию психологии голоса? Откуда это? Self-made person. Выстроив себя. I don't speak only. Выстроив себя, поняв собственные какие-то внутри механизмы взаимосвязи, наблюдая за другими людьми параллельно на уроках пения, я вот открыла то, чем занимаюсь сейчас. Хорошо. Если к вам придет человек, да, допустим, вот как вы говорите, женщина за 30, да, и скажет, я хочу стать суперстар. Бузова же поет, я тоже, например, хочу быть. К сожалению, да. Не знаю, может быть, она ваши курсы окончила Бузова, да, а не вы там ей дали дорогу вперед. И вы ответственны за это. Да. Вот что, как говорится, что вы ей пожелаете, что можно сделать с человеком, станет ли она суперстар после 30, после окончания вот этой психологической потребности? А может ей это вообще не надо будет? Надо смотреть базу. Прежде всего, вообще надо смотреть базу. Были ли когда-нибудь уроки пения? Какое состояние здоровья у этой женщины? И... И делать для она вот так вот. Если она вот так вот делает, то все, как бы, давай-ка, иди домой. Я не вкуса, это же суток из клепа, да, наверное. Мало половинь бузовой. Да, да, да. Да, да, да. Даже если запрос такого плана у женщины, то иногда он может поменяться в процессе. Иногда она может понять, что вот сейчас она нашла то, что хотела, она получила, она чувствует. Вот это самое главное. Еще мы говорили сегодня про дыхание, мы говорим про голос, да. Но основная часть внимания и навыка, который получают люди, вообще все, и мужчины, и женщины в пении, это внимание к ощущениям. А для женщины это крайне необходимо. Чувствовать себя. Вот на уровне чувствования понимать, что во мне сейчас работает. И тут мы уже говорим про ключи управления эмоциями. То есть про тот самый пресловутый и модный нынче эмоциональный интеллект. Вот знаешь, мне хочется попросить все-таки вас немножечко исполнить нам, вот этот насладиться, возможно, вашим пением, послушать, как поет преподаватель, нетрадиционный по вокалу. Нетрадиционная медицина, мы знаем, что такое, вот интересно, нетрадиционный вокал. Зарядим наших телезрителей. Зарядим. Мы петь не имеем, мы будем на потанцовке. Во, 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 мне нужна ваша помощь тогда. Сделаем вот такие движения. Так, договорились? Хорошо. Вчера у нас была танцевальная прогулка, а сегодня у нас танцевальный эфир. Хорошо. Санни, yesterday my life was filled with rain. Санни, you smile at me and really, you really is the pain. The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Санни, I want so true, I love you. And you. Даже я запела, хотя говорила в обучении эфира, что совсем не умею петь. Слушай, хорошо получилось. Ну что, друзья, пойте, танцуйте, заряжайтесь хорошим настроением. Прямо сейчас зарядка, мы же должны разбудить тело и свой голос тоже. Доброе утро. С добрым утром.